Филипп возвращается во Францию. Проблема со здоровьем. Ничего серьезного, но настройки в Шанхай нужно замерить. И я подумал о вас. Но условия работы китайские. Местный контроль, зарплата ниже и никакого соцпакета. В Шанхай? Мы переезжаем в Шанхай? Это кажется невероятным. Но во время кризиса это можно считать повышением. Я еду лишь ради тебя. Рэми, это Филипп. У меня депрессия. Мне противно говорить об этой китайской преисподней. Я тебе желаю одного. Мужества. Мсье Онг, застройщик театра. Здравствуйте. Мадемуазель Тао, наш инженер. Здравствуйте. Здравствуйте. Тао, скажи, вы с Филиппом ладили? Филиппа мы почти не видели. Ну что, берете? А сколько? Десять тысяч юаней в месяц. В центре за эти деньги ничего нет. Тут так же дорого, как в Париже. Ты уверена? Стоило менять Бабиньи на жалкую китайскую окраину. Почему рабочие от меня шарахаются? Архитектор не должен опускаться до работяг, на это есть бригадир. Простите. Простите. О, нет. Давно начали? Два часа назад. Но собирались в десять. Мы можем говорить на понятном языке? Нет, пожалуйста. Нет. Хватит. Да, отстаньте же вы. Чувствую себя эмигранткой. Как и многие французы. Их фирмы хромают, увольняют персонал, делают ставку на Китай. Чтобы сохранить работу, люди едут сюда с дерьмовыми контрактами. Для них это мирный изнанку. Я хочу знать, почему мы здесь. Меня сократили. Либо Китай, либо увольнение. Почему ты мне не сказал? Почему у Таил? А что бы это изменило? Я не хотел тебя расстраивать. Ты выкрутил мне руки. Обманул. Строительство почти закончено. Меня возьмут в дочернюю фирму. Я даже... Марин.